На волне сохранения старинных городских построек в Самаре стартовал уникальный образовательный проект «Бережом наличники». Его разделили на два этапа – теоретический и практический. В Самарской публичной библиотеке историки, краеведы и искусствоведы читали лекции об истории русского деревянного зодчества, о наличниках, их оформлении и практиках спасения. В числе экспертов – создатель виртуального музея наличника Иван Хафизов. Он специально приехал в Самару, чтобы познакомиться с уникальными элементами эклектичной архитектуры города. Мне было очень интересно выявить, чем Самара отличается от других городов. Есть несколько классных элементов. Например, может быть, вы не замечали, на резной фриз, часть которой отделяет прямоугольных первого этажа от фронтона, такие маленькие арочки. В других городах я такого не встречал. Маленькие резные, где-то шириной сантиметров 20, такой вот орнамент резной. После лекционного курса участники проекта перешли к практике. Во дворе дома 192 по улице Чапаевской развернулась настоящая столярная мастерская. Начинающие плотники помогали более опытным коллегам ремонтировать наличники. Этот этап продлится до 27 августа. На каких-то наличниках мы будем менять элементы, на каких-то нет. Какие-то должны сохраниться для того, чтобы подчеркнуть их время, их возраст, их оригинальность. На каких-то элементах есть утраченные элементы, которые придется восстановить для того, чтобы наличник выглядел соответствующим задумке автора. Часть восстанавливаемых наличников утратили свой дом, и после обновления они станут арт-объектами. На будущей выставке снято. Их вывесят там же, где и чинят, на фасаде здания по улице Чапаевская, 192. Дети-наличники, которые мы сняли с домов, которые либо уже снесли, либо будут снесены, либо сгоревшие дома, мы их повесим на Чапаевской, 192, на стенке, заколотим с обратной стороны. То есть это как такой вот арт-объект. Образовательный проект «Бережем наличники» стал победителем конкурса фонда президентских грантов. В Самаре его проводят при поддержке городской администрации. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.